Книга «Открытым оком», том 4, тема литературы, вопрос 1324. «Скажите о современной духовной поэзии», отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Настоящей духовной поэзии не так уж и много. Вот передо мной книги, которые я прочитал в последний месяц. И романах роман «Внимая Божьему велению», 544 страницы. Новообрядческий поэт и певец. Виталий Греханов, стихи и поэмы, 312 страниц. Старообрядческий поэт. Вера Кушнир, Родион Березов, Николай Храпов – это баптисты. О поэзии отца романа мы уже говорили. Что касается Греханова, то у него я нашел 335 мест, несогласных со священным писанием. И это говорит о том, что он духовно был нерожден. Евангелие не стало для него светильником. И у него всюду и во всем виновата. Троеперстие, Никон, царь Алексей Михайлович. Едва ли есть пять стихотворений, которые можно назвать действительно чистыми, духовными. Но эти стихи и не запоминаются, не проходят мимо священного писания, мимо того, что окружает нас. Он просто не знает выхода из этой обступившей тьмы. Слово о живом благовестии, о евангельском труде, об апостольской миссии, намертво отсутствует, как и у отца романа. Если бы им встретился апостол Павел, таким, каков он был, то, судя по их стихам, он был бы для них совершенно чужим человеком, непонятным и далеким. Во многих стихах, сравнении, временных смещениях стихи Виталия Греханова просто прекрасны. Но незнание священного писания, старобряческая упёртость в Никона и страшная озлобленность чёрным покровом закрывают талант и высевают новые семена злобы. Если бы в его сердце была Библия, как открытая книга, это дерево принесло бы плоды, которыми могли бы питаться все любящие чистоту веяния Духа Святого. Каждый раз, когда приходится читать такие талантливые стихи, сердце сжимается болью, что сделали с русским народом священники старобряческие и новобряческие, отняв у него священное писание, скрыв его под славянью. Что касается баптистских поэтов, то у них всё написано согласно священного писания. Чувствуется духовное возрождение, но ни слова нигде не говорится о том, чего у них нет, то есть о благодати освящающей, об истинной церкви, о таинствах. Я не хочу перечислять местных и центральных поэтов. Их сегодня море. Из десяти вышедших книг поэзии я не мог выбрать ни одного стихотворения, в котором чувствовался бы голос Духа Святого, который был бы огонь любви ко Христу, радость ископленной души. Все поэты любого калибра крутят, вертят, лопочут о том, чего не пережили. И поэтому слова их мёртвы, искусственно выкручены. Все ищут какие-то необычные метафоры, сравнения, пытаясь удивить мир, но сказать нового почти невозможно. Всё уже сказано. То они давят, то они давятся Ермаком, то войной, то и всё им милее ностальгии по ушедшей святой Руси. Нет ничего. В своих книгах, открытым оком, я привожу стихи многих авторов. Случается, что из целой книги какого-нибудь поэта я выуживаю только одно стихотворение. А остальное ни о чём, как говорит Чернышевский, а фетит. Лошадиная поэзия. Знаю, что простишь мои неправды, вот я весь стою перед тобой. Для любви нет никакой преграды, потому что сам Господь — любовь. Ради нас одет был в багреницу, ради нас распят, как человек. Мытаря, разбойника, блудницу, никого ты, Боже, не отверг. Всех простил. На древе умирая, праведник загрешных умирал. Господи, с тобой не надо рая, тесный ад с тобой у меня, как рай. Плачь, душа, в содеянном покайся, сокрушайся, об одном мечтай. Если уж за нас Христос распялся, нам ли не распяться за Христа? Миромонах Роман, 1982 год.